У меня та же самая история. Я ей звоню. А у меня день рождения на дня должно было быть. Мне должны были телефон подарить. Мне его уже купили. Телефон. И все. Он просто лежит. Дня рождения. Прямо три дня осталось где-то. И я такая звоню. Мама, не нужно ей никакой телефон. Все. Типа, капец. Но она, короче, посмеялась, поругала. Можно ложечку? Если умеется таковать. Да. Спасибо. Значит, я пока преамбула, пока переменка, пока кофе наливаете. Значит, преамбула следующая. Я очень прошу. Я из сюжета беру слушание. Я вырежу его. Включу потом только наш анализ с вами. Вы смотрите, мне нужна ваша искренняя оценка. Вы понимаете? Очень искренняя оценка. То есть это уже не присланное любителями людьми. Это профессиональное выступление, над которым мы сейчас будем работать. Профессиональное выступление. Тема интересная, да? Мне страшно что-то не нравится. Мне очень важна ваша точка зрения, потому что я совсем в другую эпоху родилась и воспитывалась в другую эпоху. На другой музыке все. У вас тоже. Все видео разные. Ну и у нас. Да. Не страшно, честно. Очень много. Решу сказать. Сценарий. Сценарий. У нас и все. Угу. Тебе нужно попытаться. У нас что, всего два градуса сегодня в Красноярске? Такая холодина? Угу. Я так бежала, что я даже не поняла. Я очень быстро бежала. Угу. 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 Мне просто его не надо понимать не надо. Так. Я вам щас включаю. У меня родители очень тороторицы. М? Г יותר советовать. Потому что я им всегда creepy что-то рассказывала. Это не чего-нибудь ничего не передало. Нет, inner masa тоже не надо. Нет, ну зачем тороторицы-то? Торо-пильство неbug. Так, делайте себе там большую подъłemю. Очень большую песню. POlissima rice началом. Есть dime. Слушайте, потом обсуждаем. И смотрите. То есть у нас постановка концертного номера. Тихо, тихо, тихо. Да, 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 да. Да, да, стоп. Да, да, стоп. Тихо, 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 тихо. Так, теперь смотрите. Подождите. Мы не называем ни исполнителя, ни названия песен, ни эту передачу. Много чести. Много чести. Потому что я буду публиковать на своем канале. Там, если вам нужно, вы у себя что хотите, где хотите. Пишите все. Мне просто сейчас как рабочий материал. Как рабочий материал. Так как Ангелина знает это произведение. Ты первый раз слушала? Ты первый раз слушала. Ангелина его уже слушала. Поэтому давай начнем с тебя. Я сейчас за счету скажу. А потом? Тихо, тихо, тихо. Это рабочий материал. Давай. Дальше. В начале. Она очень сильно любит. Я так понимаю. Она хотела использовать как декламацию. Вот. Мело декламацию. В каких-то моментах. Но у нее это не получалось. Потому что она ровно в долю в каких-то моментах. Хотя. Ты про какой был, да? Про самое начало. Когда она вроде пела, а вроде и говорила. Но это было в долю и было непонятно. То есть если она пела, то она очень сильно… Тебе это не зацепило? Тебе не интересно было? Тебе просто это было не интересно? Сухо резало. Резало. Да. 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 Очень много моментов, где она вот так вот. Та-та-та-та-та. То есть прям где-то надо так соединиться, так спеть. Ну в общем рубило все. Угу. Еще что? Я так понимаю… Номер. Номер. Мы обсуждаем еще. Понимаете? Одно дело вокал. Пусть они там уже… Вот номер конкретно. У нас дисциплина – постановка концертного номера. Номер поставлен профессионально. То есть это не любители, это профессионалы стабили. Поэтому вот с точки зрения профессионального преподнесения… Расскажи. Я не совсем поняла о чем песню. Да. Я там услышала точную строчку, то что я вертелась, что там крутится. Та-та-та-та. Она же стояла неподвижно. Ну то что вот только корпусом получается двигало и все. И особенно в конце… Та-та-та. Та-та-та. Та-та. 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 Как ты можешь это объяснить вообще? Вот это? Защиту или? Ну да. Вот чем руководствовались профессиональные… Почему защиту? Какую защиту? Это же не может быть плохо или хорошо. Все свои вкусы. Нужно сказать лучше не защиту, а почему артист, почему художник решил сделать именно так, что он хотел? Почему он решил? Да, вот скажи защиту или как… Почему он так сделал, режиссер, почему? То, что ты удивилась, меня вообще… Как бы у меня сразу расстройство желудка было, когда я смотрела это. Не у меня одно. Скажи в защиту. Ну вот профессионал же делал это. Почему? Не знаю. А чем руководствоваться? Ангелина, ты вот сейчас реплику бросил, но почему в защиту? Что ты сейчас сказала? Интересная мысль сказала. Ну, потому что у всех свои вкусы, у всех свои взгляды, а вы просто из-за того, что у вас такой вкус и вам не зашло, почему художник решила сделать темнота? Подожди, подожди, стоп, стоп. С тобой согласны вкусы, взгляды, все понятно. Если бы это было подано в жанре комедий, я бы приняла. Я бы ржала. Это относится как раз к аморам и сцене, да? Конечно. Ну ладно. Вы понимаете, что существует вообще требование к определенному стилю, к определенному жанру. Для чего вообще? Для чего статика? Кто такие вот? Что олицетворяют молодые люди, которые прилипли к ней, к ее юбке? Что? Что? Ну расскажите мне. Расскажи ты мне. Да, расскажи мне. Расскажи нам с Юлей. Начнем с того. Можно я же теперь вас оба скажу? Да, да, да. Я не буду перебивать. Да, спасибо. Так вот. В начале, когда передо мной появилось данное произведение, я тоже относилась к нему скептически. Честно скажу, что до последнего момента я не смотрела, когда это был башнючок надевался на ножку, это тоже очень пика странно. Но это я тоже считаю, что это было не очень правильное решение художника. Далее. Первое время, когда я посмотрела, первые раза два-три я тоже не могла принять. А потом я прожила с этой мыслью, я думала и размышляла очень долго, почему же вот так вот все было сделано. После чего я пришла к мнению, к выводу, что сейчас, вот возьмем вкусы и стили, временные, к примеру. В каждое время, в каждые, ну грубо говоря, 50 лет. Да 20 бери. Ну хорошо, 20 лет. Иметь свой стиль, который вот, он есть, и там появляются свои новаторы, свои новые штучки. Раньше же было легко что-то придумать, потому что этого тупо не было. А сейчас сложнее. И поэтому из того, что это новое, а сейчас уже есть много всего, люди первое время не могут принять то, что есть. Вот, к примеру, возьмем какой-нибудь. Моргенштерн, Инстасан. Даже вот такое. Реально вот. Нет, это наше время. Что смешного? Это наше искусство 21 века нашего поколения. Это искусство? Ты называешь это искусством? Это искусство нашего поколения. В том-то и дело. Я не говорю, что это лично мое искусство, лично мой выбор. Я говорю, что сейчас у нас такое общество, которое нашло какие-то плюсы свои, какие-то интересные штучки в этом. И они же это слушают. И первое время эти музыканты были, тоже их все время говорили, что они плохие музыканты, что это не музыка. Но сейчас почему-то именно эти музыканты собирают огромные залы. Я не говорю ничего про тех музыкантов, как Лазарев, Гагарина. Их всегда будут слушать. Конечно же. Я говорю сейчас про молодое поколение, в которых была какая-то вот такая изюминка, какая-то новая вещь, которая была неизвестна для общества. Но она сквозь время, оно просто профильтровалось и теперь по-другому, как будто искажено. И смотрится по-другому уже. Так что я считаю, что решение и художника, и самой певицы было достаточно интересно. И взгляд интересный. Она взяла старую песню, почему я про время это начала говорить. Она взяла старую песню, которая является историей. Которая достаточно известная везде. Ну все ее, ну многие ее знают. Каждый второй. Сто процентов. И они взяли эту песню и просто ее посовременнили. Вот наше время сделали. Они оставили как бы тему в принципе, ну чуть-чуть. Ну нет, ладно, неправильно. Они тему общими оставили. Они взяли, они взяли текст, они взяли мысли. Они исковеркали и текст. Ну не суть. Они же взяли вот эти кусочки, они их собрали и сделали под своим видением. Они, ну они же сделали хорошие все такие вещи. Сколько там просмотров? Вы знаете, что там их много, что эту песню знают. Потому что вы смотрите под призмой своего мнения, своего возраста, своего воспитания, своего детства, всей своей жизни. А мы смотрим под своим. И я как человек, который могу принять абсолютно все, потому что разные вкусы бывают и мы чувствуем. Ты сейчас философствуешь, я так и сказала в своем сообщении, которое у меня опубликовано уже, относительно того, что я говорю, конечно, девочки, рожденные в 21 веке, они будут защищать это как ноу-хау и так далее. Ну подождите, а потом как это? Потом наши дети будущие, через поколение, они же будут слушать как нашу историю. И для них это уже будет нормально. Смотри на Юлию, у нее, смотри, у вас 20 лет поколение. Вы уже выйдете замуж, у вас уже будут дети. Что данный номер, вот номер у нас с вами, я сейчас не беру вокальные ее данные, мне совершенно все равно про ее вокальные данные. Я говорю про то, что… А я говорю про номер, ты мне про номер скажешь. По твою эпоху понятно. Что так делать? У нас в первый день, у нас ничего своего не пишут, у нас уже ничего не пишут. Вообще, она здесь… А, нельзя говорить… Режиссуру мне объясни, режиссуру. Хорошо. Здесь, получается, приводить новость. Она была как сказка, как сказка было все принесено. И сзади, можно увидеть, на второстепенном плане, находится зеркало. Это, как бы, отсылка к зеркалу, которое… В прошлом. И, получается, да. В тот момент, когда начинался припев, эти вот распевы, милизмы, зеркало начинало играть, и такая, типа, сказочная становится атмосфера, как будто борьба-то пройдет в клетках. Зеркало, в принципе, не лишнее было. Зеркало, в принципе, не лишнее было. Вот, да. Она вот как раз и создавала атмосферу. Почему были прилипывшие к платью мужики, которые… Ты заметил, что они там делали? Они же не просто сидели. Один играл на скрипке, второй там, чтобы танцевал. И они… Прилипшие к платью. На каменном игре. Ну, танцевал. Они, мне кажется, могли либо там находиться, потому что это было решение самого… Даже ему, прилипшему играть, играть, вот, играть смычком, прилипшему к платью, ему было удобно. Вот, когда смотришь… Да, Ирина, говори. Такая мысль появилась, почему, возможно, так сделала, что там… Это был чудесный бал, и, может, платье – это как ее какие-нибудь воспоминания, а вот эти прилипшие мужики, они… Ну, вот тоже как в воспоминаниях, как… Ну, допустим, кого она увидела… Ну, типа того… Типа воспоминания… Да, да. Бал она посетила его, значит, они прилипли. Пойдем? Как и лицетворение ее воспоминаний. Ну, вот то, что платью. Я когда смотрела, я об одну убережала, говорю, сейчас мужики скатятся вообще, как их там держат, как их там все, бедолаги. Там конструкция… Ну, да, там конструкция, они, понимаешь, они… Ну, хорошо. Возьмем пример стандартный всем известный мультик «Колисо строит чудес». Когда мы его только первый раз видели, там это же тоже какая-то накомания была, ну, правда. Там гусеница огромная сидела, курила, не знаю, что там, к сигаре или кальянскому там курила. Выбывали, Димаши. Ну, для нас же тоже это было странно, но со временем нам уже это стало в базу, и сейчас эта история так же и здесь. Это просто решение художника именно так преподнести. А почему странно? Смотри, Алиса в стране чудес. Это конкретное произведение. А это Золушка, она тоже в стране чудес? Там волшебное зеркало, добро и зло, сказка, достаточно все туфелька. Золушка. Зеркало. Чья-то нога. Чья-то нога. Чья-то нога. Ответа к этой ноге подспилась. Если обрезать. Ну, потому что это просто, я говорю, если бы она с таким серьезным лицом и иногда с такой сложной мимикой, иногда мимика возникала просто невероятная вообще. Ну, наверное, воспоминания. Может быть, кто-то там ее кусает, там, из прилипших, я не знаю, у нее... Ну, зная саму эту артистку, я знаю, ну, хорошо, достаточно. У нее лицо всегда такое, типа, достаточно серьезные песни поет, но в данном случае она хотела создать такое, как будто бы она такая невинная, неизвестная девушка. А все липнут? Как песня называется? Золушка. Тебе написали за текстом, как зовут? А там текст исковеркан, и мелодии там нет. Нет, текст приводовданной этой песни. Золушка, имя твое, фамилия, имя твое. Да хоть поверьте, хоть проверьте. Хоть поверьте, хоть проверьте, набери начальные слова. Хоть поверьте, хоть проверьте. У нас тут еще одна сейчас Золушка ходит, только ребенок. Следовательно. Это Сенчина? Да, да. Нет, я именно текст этой песни. А. Оригинал он почти, смотри. Да почему кофе не пьешь? Да уже остыть. Так, она же про себя поет там? Конечно. Ну, соответственно, нога у нее должна была быть. Ну, то, что ты говоришь, что ты к этой ноге придешь. Да нет, это типа, получается, в платье там нога была. Там вообще не было крупного плана. Это, ну, платье подошло. В принципе, если она на ногу. Да нет, там внизу, она же там на воздушности, чтобы эти мужчины, прилипавшие платья, смогли сидеть. Они выглядят там достаточно уместно в самой композиции. Поэтому, скорее всего, будешь сидеть как-то мадам. Нет, это понятно, что сидела мадам. Это понятный замысел режиссера. Почему обязательно семантически, если она поет, что оказались два хрустальных башмачка, тогда, извините, две ноги вываливаете и на две ноги надеваете, если уж быть последовательным. на окне моем стояли два хрустальных башмачка. На ее окне. На ее окне, понимаешь, что она проснулась все это, и у нее стояли два хрустальных башмачка. На ее окне? Так это, может, сон какой-то, может, ей присоединиться? Может быть. Ну, так тогда вытаскивайте обе ноги и надевайте. А почему она так прилипнет к этому? Типа, песня поется, луч солнца золотого, и должна быть сразу картинка луча солнца золотого. Да как раз я против этого. Я против и башмачков вот эти. Вообще, в принципе. Ну да, я тоже не допряю этот ход. Вообще. Докопались. Хорошее произведение, мне оно достаточно симпатизировано. Нет. Я хочу сейчас спросить. Мы все равно, мне нужен материал именно рабочий. То, что я вас не собираюсь переубеждать, вам это нравится, и тут это неизбежно. Вы же на договорении, мы начали обсуждать это произведение, вы сказали, говорить свое личное мнение. Да, это неизбежно, Ангелина. И я не собираюсь переубеждать вас. Мне нужно, чтобы вы рассуждали. У меня сейчас следующий вопрос, конкретный вопрос. Вы знаете это шоу, оно реальное или телевизионное? Телевизионное. Это все сделано, это все смонтировано, это все рассчитано. 21-й век. 21-й век. То есть, если вы с подобным реально в концертный зал, вот скорее будет реакция, вот Юля же тоже 21-й век девушка, вот вас две. Но почему-то она… Юль, тебя восхитил этот номер? Ну вот честно. Но ведь я же что? Ну какие данные? Какие данные? Ну какие данные? Так как она поет, поют тысячи, ты так же поешь. Абсолютно так же поешь. Вот это все сейчас очень модно. Йодлики сейчас порой. Сейчас таких голосов, как у нее, масса. Потом это затюнило. Это все подложено. Аплодисменты. У-у-у-у. Вот это вот там, это к чему? Это же такая реакция молодежи, вот она сидит. 21-й век. Чего она-то не восхищается? Вы что, с ней договорились, что перед уроком? Вот вас две. 21-й век. Мы почему заговорили про панави сцены? То, что у меня они были классические. Какие они, по идее, и должны быть. А вот Ангелина современная. То, что она почему говорит, что 21-й век, и век вы уже по-другому. Нет, нет. Я не сказала бы, что у меня современная. Я бы почему сказала. Я могу все понять. И ко всем подстроиться. Просто я смотрю, я пытаюсь понять, почему же так произошло. Почему художник так сделал. Они что-то мне нравятся. Мне не понятно. Нет, ну я в своем видео не вижу, почему я так поступил. Я вам уже объяснила. Но я не сказала бы, что я там современная. И я типа там, не знаю, только они сам послушаются. Я слушаю все-таки любые, типа, музыки. Я меломан. Понимаете, вот эта конструкция громоздкая, конструкция, она обязывает ко многому, и все должно быть объяснено. Театр, театр, он вечен. И никогда, хоть какой век, проживи мы еще 31 век, в 31 веке будут сидеть вот так вот, не знаю, может, живые, может, уже роботы. И, значит, они, я скажу вам, должно быть вам. Понимаете, все должно оправдано быть. Не может быть неоправданных вещей в театре. Если что-то приносится, это нужно оправдывать. Оправдывать. Иначе это либо театр абсурда, либо это пародия, комизм какой-то, что сидишь и ржешь. Одна нога вылеза, другая, потом и третья, потом юбка и все, и она оказывается такая электронная сороконожка. Ну, типа, полуробот, получеловек. У нас же 21 век, технологий такой, можно сделать, голограмму какую-то. Понимаете, надеть вот этих туфелей, вот, целую кучу. Ну, то есть, ну, как бы, вот, я не знаю, тогда это будет интересно. Ух ты! Это, может, ее кавалеры, потому что тут, хоть поверьте, хоть проверьте. Да, да, кавалеры. Что 13 кавалер. Ну, так где? Ну, да, то есть. На платье. Да, 13 кавалер. Ну, то есть, тексты. Текст неверный. Там вообще дирижер, у нее режиссеры. Вот мы и видим с вами. Вот мы и видим. Это сон. Да, конечно, сон. Мелодия вся исковеркана, вообще. Ничего. Она текст читает, он не произносит. Ничего не осталось. Да я бы наизусть эту песню пела, просто. Я вам говорю про современную версию текста. Да почему она каноническую версию читает? Может, это были как облака? А когда мы все нарастаем, как ночные облака? Ну, касается облака, они не шли. Сложно все очень. Понимаете, вот эта статика все это. Я не знаю. Почему это плед в плед в канону? Она просто взяла... Да мне интересно режиссура. Юлия, Ангелина, вот у меня сейчас вопрос к вам. Вот скажите мне, ну, положа руку на сердце. Вас пригласили в это шоу и сказали, что ты будешь вот запендерена на эту конструкцию, и вот так будет выглядеть номер. Ты будешь пить? Ты будешь пить? Это неудобно. Ты будешь пить? Да. То есть ты будешь пить вот два разных дней. Ты будешь стоять на одном месте и реально сможешь И вообще все это идет. Там все, говорю, затюнино. Там все это, я не удивлюсь, что это не вживую. Там все идет в записи. Да возьмем обычно Виктора, Цоя и какого-нибудь. Вообще всех любых возьмите. Точно-точно. Там же тоже им приходит всякую хрень. Мне говорят, там, возьмем одно и шоу послушать. Хорошо. Возьмем шоу «Маска», которое сейчас... Я не помню название. Возьмем шоу «Маска». Там тоже им приходится просто в каких-то дебилных костюмах огромных. Кто-то в яйце, кто-то в льве, кто-то в льве. Ну так мой жанр такой шоу. Там просто от Зои, от Дани Милуарина. Прямо до истоков музыки. Самые-самые такие вот популярные. Там Джонни даже был, который сейчас великолепный музыкант. Просто, ну... Это просто стиль такой самого, видимо, шоу. Вы смотрели другие номера данного шоу? Нет. Я тоже, честно, не видела, говорю. Он мне прислали, я не узнала эту песню. Я просто не знаю, если это шоу настроено на то, чтобы изгаляться, ну то есть у него конкретно. У каждого шоу, каждое шоу есть определенный концепт. Правильно? Правильно. И если композиторы, песни которых исполняются в этом шоу, подписывают договор и платят деньги, что с вашей песней будут делать все, что угодно, подпишите, получите деньги. Гонорар за кадром. Если, значит... Тогда я могу это понять. Тогда я могу это понять, что это вакханалия 21 века, и люди телевизионный формат, они на этом зарабатывают. Деньги там и так далее, и так далее. Чтобы снять его, люди приходят в студию, сидят, им конкретно называют... Им конкретно называют даже во что одеться. Потому что я разговаривала с людьми, которые принимают участие непосредственно в съемках подобных шоу. Где вы будете сидеть, камеры настраиваются специально на зрителя, чтобы их показывать. Чтобы их показывать, что нет, ты не пойдешь, ты должна надеть такой, такой. Это нам внешность ваша нравится, одежда ваша не нравится, вы должны быть вот в такой кофте, и вас будут крупным планом показывать. И вот в такие-то, в такие-то моменты вы должны выпучить глаза. И с тобой репетируют, что ты должна выпучить глаза. Потому что камера будет крупно. Брать тебя прописывается монтажный лист конкретного оператора, режиссера и так далее, и так далее. Если это карт-бланш на издевательство, я же не знаю, если это карт-бланш на издевательство над произведениями, и авторы, они до сих пор живы, соглашаются с этим, лишь бы заработать деньги, это одно. Это одно. Но если, потому что мне прислали ссылку с песней, с другой песней, а потом прислали реальную песню, эту же, как исполнил ребенок. Я говорю, слушай, я не узнала, Наташа, ты узнала песню или нет? Как бы я ни напрягалась, я не узнала песню. То есть это что, на неузнаваемость шоу? Но здесь же, допустим, там я вообще не узнала, хотя песня очень известная. Невероятная песня. Я немножечко... Ну вот, Мария, я не поддерживаю ваше мнение, потому что я имею другое. Нет, я имею... Это же... Это индустрия, это эстрада, это индустрия. Но есть еще такие вещи, как шоу-бизнес. Вот я и говорю, что это шоу-бизнес. Но тогда, понимаете, до такой степени и изнахратить произведение, это же надо иметь... Но это же шоу-бизнес, а деньги как иначе другое. Ну надо же разрешение тогда иметь. Вот просто возьмите, подраскопайте вообще, что это за шоу, как это вообще возможно исполнять такие песни. То, что это телевизионное шоу и то, что оно полностью сработано, оно... То есть это индустрия конкретная. Все подложено, все сделано. Все сделано абсолютно. Зрители реально в зале, в концертном, никогда так не зают. Потому что они работают в шоу-бизнесе, это разные вещи. Люди и такого хавать будут, что шоу-бизнес это. А другое дело, это когда ты на живой сцене выступаешь, чем мы и работаем сейчас. Поэтому ты на сцене непонятно. Вот в чем дело. Ангелиночка, вы оставайтесь при своем мнении. Я всегда считала и считаю, что артист эстрады, он должен выходить живой артист. Понимаете, не электронная кукла, которую воткнули куда-то. То есть заплатили хороший гонорар и все. И человек практически за деньги душу продает там. Да делайте, что хотите, прилегайте ко мне. Говорят, да постою я. Постою я здесь, значит, попочиваю глаза, попою я, значит. И что, мне трудно, что ли? Записали плюс и пустили, значит, все это. И все это обработали, и все это наложили, и все сделали как надо. Все эти всплески, все эти эмоции. Электронные, шоу-бизнесовские. Я-то за то, чтобы ты вот так могла срубить вот такие наложенные здесь аплодисменты, чтобы ты вышла реально. И заставила зал зааплодировать, и чтобы тебе загорали браво. Вот я к чему. Меня так закричали в Сочи. Ну вот. Тетенька потом несколько раз ко мне подходила. Ой, смотри, это моя дочка. Ну вот, видите. Что ты испытывала, когда тебе кричали браво? Да я смущаюсь всегда. Ну, я понимаю твою сущность, как бы вы абсолютно разные, полярные. Этим и хорошо. Это классно она стоит. Это хорошо, вы как бы друг друга дополняете, удивляетесь, там, обмен мнениями и так далее. Все это. Но когда это реальное выступление и когда это отдается дань уважения композиторам, автору слов, потому что после этого выступления эту песню берет ребенок. Берет ребенок и снимает от и до. Единственное, чего у нее нет прилипших мужиков и конструкций. А все остальное, ее личные режиссеры, которые там в каноническом тексте, 48 дирижеров и один, седой скрипач, в тексте. А тут режиссеры, которых у нас сейчас труд-трудей. Вот они и режиссеруют. И вот стоит шестилетний ребенок и пойдем на наше произведение. Послушайте сейчас, проанализируйте. Да, да. Это будет интересно пойти. Интересно? Это было бы славно. Не, Наташа, хорошо, что мы такое проходим. Да, конечно, хорошо. У нас проявляются конфликты, имеется в виду, что конфликтные взгляды, и это очень интересно обмениваться этим. Моя задача. Что такое культура? Как переводится слово культура? Скажите мне. Культура, что-то из времени. Вот там, в прямом что-то про время сказано. Наделите проще. Что-то надо. Культура – это каноны. Нет. Как переводится слово культура? Возделывание. Возделывание. У нас же картошка – тоже культура. Культура – это набор правил, которые предоставляют человеку. Дословный перевод – возделывание. Возделывание. Человек возделывает себя. Понимаете? Возделывает себя человек. Он должен себя вырастить. Понимаете? Мы выращиваем культуру. Папа посадил в маму семя. Эмбрион. Потом новорожденный, младенец, ребенок, подросток и так далее, так далее, так далее. Вы возделываете. Потом сначала у вас родители возделывают, вкладывают, вас поливают, окучивают и так далее, кормят, поят. Потом вы начинаете самостоятельно возделывать уже себя, когда вы подходите к определенному возрасту. У вас свои интересы и так далее, и так далее. Вы возделываете себя. Вы взращиваете себя. Слушайте. Не, ну, зачем девочка даже оделась так? Вот первое с чего, да, костюм. Граёт Неус. Граёт Неус, на мой Такое ощущение, да, мне просто удивительно. Либо ее заставили петь, и у нее как будто, не знаю, коль, картошки сто метров тащит. Еще? Нет. Ну, давайте. Начинаю с костюма, сразу же бросился. Это вообще. Что в костюме тебе? Ребенку 6 лет. Песня о первом Бали, о том, как ею любовались, куча поклонников. Сама идея этой песни, это просто, что была девушка, она просто упала в сказочный сон. В этом сказочном сне с ней происходили невероятные вещи. Потому что сейчас у нас такой мир, что все такое обычное, серое. И вот она упала в сказку в своем сне. Она танцевала там на балу. Там были столько красивых, амбазантных молодых людей. Она танцевала в своем красивом платье. И вот она просыпается от сна, и у нее на подоконнике стоят кристальные туфли. Ты знаешь, что это все правда, и есть где-то там, где-то там есть, это здесь в сказке. Но это замечательно то, что ты делаешь. Этот взгляд этой девочки, это же в любом 6 лет ребенок, кто в 6 лет сознательно возьмет, скажет, мама, мама, давай ты сейчас мне поставишь хромакета для меня, я сделаю вид, что я пою крутой трек этой вокалистки. Почему была переделана эта песня? Она просто, как и любые музыканты сейчас, берут стихотерения Пушкина, Есенина, оставляют свои песни прям ровно так есть. Могут поменять, да. Но здесь девочку заставили, ну не заставили, может, если в этот раз, и мама продолжила, она такая, о, а давай. И вот она стоит и поет. Да. Я уже помню. По ноте она сказала, она спела все верно. Но, ну там, когда низ, только ей было низко, естественно. Но в самом оригинале данной. У них данная хорошая, прекрасная слуха. Там у этой вокалистки, у нее, в этой песне сложность, это переход из головы в грудь. И она постоянно, и там чистая. Да мы вокальные данные вообще не берем, не рассматриваем. Если мы сейчас начнем рассматривать их, зачем? Это просто сделано, ну вот. Она вот стоит, девочка, просто танцует возле хромакея. Зеленый вот этот экранчик. Она вот перед ним стоит со своей палочкой, танцует, ты поешь, все. Но вот такое ощущение, что кто-то перед ней стоит и говорит, давай сейчас и так, девочка. Да, как и есть. И перед ней стояли. У нее режиссеры есть, и не один. Я просто... Потому что шесть лет... Я не искала, что это за ребенок, что это за девочка. Шесть лет. О чем может вообще идти здесь речь? Очень много... Понимаете, вот... Зачем тогда вообще это спрашивается? Не, ну почему? А зачем родители этого? Снимают своих детей. Ну почему? Это же развитие, это же интересно. Зачем мы снимаем видео, выкладываем на канал? Чтобы мы развиваемся. Это учебный материал. Ну так может... Это учебный материал с точки зрения именно истории, потому что... Просто я хотела показать мир, пока у меня доченька. Наши с вами рассуждения, которые потом, через 20 лет... Зачем мы в истории выкладываем? Может быть, ужаснутся, а может быть, скажут, что... У, как они интересно обсуждали. Да. Зачем мы выкладываем в истории, там, к примеру, в Инстаграме? Если мы не хотим, мы это не выкладываем. Так они хотят? Кто сказал, видно, прям, что... А в шесть лет ребенок, он что, сам возьмет, зарегается в Ютубе, снимет это все? В шесть лет. Ну, это какие-то эмоции вообще-то все искренне, видно, то, что ей... Девочки, дорогие. Это родители. Мы можем оценивать тогда. Тогда пусть снимают родители, чтобы дам это... Нет. Мы берем этот материал чисто как... Пример. Как пример постановки концертного номера для ребенка шести лет. Не для шести лет песня. Первое. Не для шести лет песня. Твоя концепция совершенно верна, мечта, и все. Мы можем даже и в шесть лет... Мы можем и мечтать, и в принципе уже... В шесть лет, в принципе, можно. Но там будут другие уже, ну, как бы, правильно... Там взгляд будет другое. Там все будет другое, конечно, у ребенка в шесть лет будет совсем все другое. У детей, и я в выходной в какой-то посмотрела документальную передачу об актерах, о детях, которые снимались в кино. Вот в таком возрасте. Ну, там, шесть, семь лет и так далее. Они ушли из жизни очень быстро. То есть они спились, они... Кто в наркотике, кто из жизни удалось, потому что... Их использовали и выкинули. Их использовали и выкинули. Ну, пока они были маленькие, маленькие. Их снимали. А... Это дело воспитания. Это дело воспитания, совершенно верно. А... Тебя задача родителям... Ну, а мы сейчас что? Вот то, что Юля сейчас сказала. Понимаешь, что живут. Мы не беремся судить родителей, пусть их судит Господь и все. Извините, на секундочку, если вы про это говорите. Ну, вот так эта задача уже родителя, обеспечить ребенка, хоть и данные, работой не заниматься, его дело воспитать правильного человека. Причем здесь и люди, которые, к примеру, там, в детстве снимались в каких-то сериалах и так далее, и потом... Не было тогда сериалов, то, о чем мы говорили, там были полнометражные художественные фильмы. Это сейчас сериалы. Ну, фильмы хорошо, но... И детей этих нет уже в живых, понимаете, нет. Не Сережа Парамонова, он ушел из жизни, который был диском, великий голос, великий мальчик, который в хоре советского телевидения и радио пел. Нет ни этих близняшечек, которые играли, не дожили там и полувека, и в Королевстве Кривозеркал. То есть судьбы... Ну, то есть можно все, можно найти этот документальный фильм. Судьбы просто уничтожены были. Вы педагоги будущие. Вот ты говоришь родителей, я с тобой согласна. Я знаю просто, есть случаи, что у родителей, которым совершенно наплевать на их детей, которые не занимаются воспитанием, но у которых есть хорошие преподаватели, и которые влияют на их жизнь настолько, что они не цепляются, говорят, что типа вот это среда, они живут в доме, видят, как родители бьют, как они там бьют, мат, пей мат, на ребенка совершенно не обращают внимания. Но он ходит в школу, у него есть наставник, у него есть преподаватель, который альтернатива тому, что происходит дома. И несмотря на то, что ребенок дома большую часть времени бывает, по идее, по идее, ну, может быть, и не больше, потому что там школа, там проленка, там и так далее, может быть, даже и не больше, туда ходит только поужинать, да поспать, если поужинать, еще если покормят, а то там на закуску у него не хватает, на ребенка наплевать уже. Может быть, даже так. Он почему-то не берет пример с родителями, у него есть альтернатива, у него есть у этого ребенка педагоги. Родители, конечно, это очень важно, это очень важно, но вы же будущие педагоги. Поэтому мы с вами разбираем этот материал, зачем нужно было ребенку, родители настояли, потому что сразу же бросается то, что тут она поет, и перед ней стоят. Перед ней стоят, то, как у нас стоят руководители за кулисами на конкурсе и подсказывают, как ребенку петь на сцене. Я все время запрещаю, идите за кулисы, уйдите отсюда. У меня там ребенок поет, я говорю, ну так идите в зал. Нет, я должна здесь стоять. Зачем, говорю, вы здесь стоять должны? Иначе у меня ребенок петь не будет. Я считаю, что это непрофессионально. Я вам просто говорю, как будущий педагог, это непрофессиональная работа. Если ваш ребенок, которого вы научили петь, подготовили к выступлению, не будет на сцене петь, если вы не будете стоять за кулисами, не будете тихотить, хлопать его, махать там чем-то, ну это что это? Это что? Это непрофессионально. Перед ней явно, я тоже обратила внимание, что перед ней там стоят, ей говорят, где взмахи, все, потом... Что такое вот эта волшебная ее палочка? Как классифицируется это в рамках нашего предмета? Это установка концертного номера. Как мы это называем? Что это такое палочка? Замая. Ну, на букву А. Замая. Атрибут. Атрибут. Скажите мне, в рамках текста вообще подачи все, ей зачем была нужна эта палочка? Вообще, что она не створяла, для чего? Сказочность. Ну подождите, у Золушки сказочность. У Золушки, там у феи палочка. Вот именно у феи, она Золушка. Ей поткнул режиссер Великий Павел. Так это же песня Петербурга. Подожди, подожди. Я еще раз вам говорю, с чего вы начали. Театр. Если вы берете какой-то треугольник, оправдываете ли вы появление? Если вы захотели так преподнести эту песню с режиссерами 48, 8 режиссерами, а не дирижерами. Может быть она, я не знаю, что у нее олицетворяет эта палка. Но несмотря на то, что это 6-летний ребенок, ей дают петь эту вещь, полностью снятую со взрослого номера. Один в один, вплоть до хрустального этого башмачка. Который где она берет, там я не помню. Ну то есть тоже, вот надо обязательно. Зачем? Это не обязательно, понимаете? Если поют про Мишку, нужно обязательно выйти с Мишкой. У нас что нет воображения у зрителя? У нас что, мы не можем этого, этот башмачок представить? Может он вообще родитель, нетворческий человек? Я тебе говорю, я про эту девочку все посмотрела. У нее не один режиссер, несколько. Ну да, значит плохие у нее режиссеры. Их несколько. Так вот я хочу у вас спросить, атрибут вот этот, палочка, что он олицетворял в рамках этого преподнесения песни? Пусть ребеночек потусуется с палочкой в экране. Как было бы классно, если у ребенка была бы волшебная палочка в руках во время песни? Все. Как думаешь, что это? Ну если вы... Для чего? Чтобы занять ребенка хоть чем-то. Она стоит, она будет эмоциональная, потому что, ну вы сказали, что ей эта песня нравится, не знаю точно. Возможно заставить, ну смотри, можно же тогда создать атмосферу такую, чтобы ребенку было комфортно, у нее и... Ну, лисо сразу... Жемание... Нет, ну может ребенок сконцентрировано, потому что, знаете, танцует мама, и режиссеры должны повторять, поэтому сконцентрировано... Девочка из обеспеченной семьи, костюм, все там, брульянты, значит, все там, понавешано там на нее, она вся разодета, все там сделано, там... Ну это кавер шестилетнего ребенка на данное произведение, все. Они пытались прикрыть этой волшебной палочкой, ну туфелька там и так была. То, что вокальные данные оригинала и вот кавера, они не совпадают, потому что шесть лет ребенку. У них хорошие вокальные данные, у них великолепные вокальные данные. А с чего вы взяли, что, например, во время этой песни не было также редакции в голосе электронной? Ну не знаю. Ну вот, видите, в чем дело? Не знаю, мне, вот учебный материал, вот мы работаем с вами конкретно, берем, либо не берем, а тригут. Вы поймите, что я с вами не называю, а у нас с вами урок. Я хочу просто узнать, для чего в руки дали ей волшебную палочку. Ну хорошо, вы, может, перебрали свое мнение. Вот просто не понимаем, что вы... Или у тебя есть еще что-то. Ну вот, видите, мы не понимаем. Ну потому что, когда суют атрибут какой-то, руки как бы заняты... У меня была мысль, что она ручками вот так подделала, а что еще можно подделать? А что еще можно задать, а мы воткнем ей палочку. Пусть она, значит, еще и с волшебной палочкой. Занять руки. То есть это совершенно не имеет концепту вообще в преподнесении песни никакой вообще. То есть никакого оправдания нет, кроме как занять ее руки. То есть сначала она была просто с руками, а потом, ну что же она будет одно и то же делать? Что же она будет одно и то же делать? Статичная камера, фон, костюм. Понимаете, если бы это была сцена, ну живая сцена, может быть, что-то бы, как-то бы, и она ей не нужна, и она бы обратилась бы, хоть поверьте, хоть проверьте, она бы подошла к вам сцене, она бы, ну вчера приснилась мне и все, а потом, хоть поверьте, хоть проверьте. Она бы к зрителям пошла. Сначала она одну треть, значит, вправо, потом влево, потом, а потом в центр она. Ну, я понимаю, этих режиссеров, ну, как вы говорите, у самой этой девчонки, ну, может, они вот и снимают специально, и специализируются по маленьким детям. Они понимают, что в их силах, поэтому делать такое. Ну, может быть, не только режиссерам, а еще и психологам, и педагогам, нужно и детей любить, и понимать еще многое-многое-многое-многое. А у нас великие режиссеры, которых у нее, как пояснилось, много. Уже она их первых назвала. У меня много режиссеров. У меня много режиссеров. На что было большое удивление. Я просто не говорю, ничего не хочу вообще, никаких передач не хочу давать оценки. В общем, для нас очень важен вот подобный материал, именно вот как рабочий материал, как рассуждение, обсуждение и так далее. Я понимаю, что все это имеет место на сегодняшний день, и будет еще и не такое, будет еще и 48 ног. 40 нож какой-то, 40 ног будет, я вам точно говорю, когда, значит, все у нас вот сделают, потому что дальше уже, ну, 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 что еще преподнести нашему брату? Хотя сейчас, понимаете, люди уже, ну, если у вас все-таки разнится мнение, хотя вы в одно время родились, еще не все так потеряно, как бы, я думаю, еще нормально. Можно пойти на живой концерт и получить удовольствие без вот этих препарок, без вот этого вот бизнеса, бизнес-шоу там и так далее. У меня просто вот этот момент именно, как композиторы позволяют такое творить в произведении, мне вот это вот непонятно, вообще непонятно. Или это все, все-таки документально оформлено, и они дали зеленый свет, ах, делайте что угодно, лишь бы деньги платили. Ну, как бы вот так. Я думала, а вот когда автор песен, ну, вот, кто эту песню написал? Милосенщина ее просто исполнила? Да, да, можно посмотреть. А мне, они там, Резник, по-моему, слова написал, точно помню, что Резник, слова Резника. Право авторство, так сказать, оно потом передается? Оно еще потом передается в течение 50 лет, по закону еще, ну, мы это все надо, бери. Нет, мне просто, я и МК, по словам, нужно написать сочинение, по общему, а вот с авторами как раз все это, а сейчас уже не пишут, понимаете, то, что ты сказала, вот твоя мысль, что в сегодняшнее время, в наше время, что писать уже не могут красивую музыку, берут и изнахрачивают. Почему? Ну, потому что. Уже ни гармонии, уже ни мелодии, ни слов. Не знаю, я, к сожалению, разделяю ваше мнение про современную. Ну, это ваше право. Нет, я понимаю, ваше, с точки зрения, ваше, просто что? Мне просто, мне было очень любопытно, потому что и композиторы живы, и авторы слов, слава богу, живы. Мне просто очень любопытно, как они на это, на все соглашаются. Потому что и время прошло. Как-то время не прошло. У них авторское право, и все это законно. А их стремно с современными музыкантами? Ну, вот мне интересно. Вплодо того, что связаться с кем-нибудь, просто спросить, мне очень любопытно. Нет у вас чистый? Чистый? Нет. Ну, зайди в учебную часть. Я не хочу у них просить, они не могут. Почему? Не знаю. Зайди в бухгалтерию. Это мне не странно. Ой, да ну. Я просто пойду, уголовник спрошу, если скажу. Зайди в бухгалтерию, попроси, скажи. Это же очень-очень нужно, будьте добры. Ну, все, хорошо. Хотя у меня еще там... Ну, на следующем уроке продолжим. Хорошо. Ладно. Я благодарна за откровенность. Да, ну, очень хорошо. Очень приятно было. Ой, игрушку не убрала. И по Вертинскому, и по Вертинскому потом помоешь. И ложку, и кружку. Так, клади ложку тебе. Семя. Спасибо. И по Вертинскому я вас прошу тоже посмотрите, да, почитайте. Или я вам какую-то дам. Продолжим на следующем уроке. Потому что материал очень большой. У него очень большой. Всего доброго. Всего доброго. Да, всего доброго. Пока. Ты не бежишь еще? Подожди, подожди, подожди. Это не то. Это... Ах, да. Ты еще не убегаешь? Вообще, нам будет на кофе, чем я сняла. Да? Никто, Леон Хаму, присоединился. До свидания. До свидания.